Нужно ли ставить защиту двигателя на автомобиль? Преимущества и недостатки. Прочный металлический подон, прикрывающий снизу двигатели часть трансмиссии, надежная защита легкового авто на некачественных путях. Можно ли на каждую машину установить такую броню? О нижней защите автомобиля и особенностях его применения читайте в материале «Новости Украина». При подготовке статьи были использованы материалы от «Осентра Автобилл». Металлический щит, прикрывающий моторный отсек и прилегающее пространство от сюрпризов дороги, выпускается специально для каждой модели, потому что он должен плотно прилегать к низу машины и расположенным там компонентам, повторяя их контуры и рельеф. Второй важный нюанс – правильной современной защиты двигателя крепежные элементы, которые, во-первых, должны надежно удерживать стальной щит, а во-вторых, более или менее мягко поглощать энергию ударов, даже за счет собственной деформации, лишь бы от тех ударов не пострадал кузов в местах крепления защиты. Кстати, щит бывает не всегда стальной, в редких случаях его выполняют из легкого дюралюминия толщиной 4-6 мм. Наверное, многие современные владельцы могут заметить, что иногда этот нижний экран оказывается уже вторым, потому что машина часто имеет собственный штатный щит из прочного пластика. Но функции у них несколько разные. Пластиковый шатный экран защищает от пыли и улучшает аэродинамику, а металлический – от ударов о неровности путей. Защита двигателя – это дорого. Почему? Как уже упоминалось, защита проецируется индивидуально под каждую модель авто. Контуры, пространственная форма и крепеж подогнаны, под геометрию низа автомобиля, в металле делают отверстия, люки, для доступа к пробке слива масла и к фильтру. Часто конструкторам приходится планировать вентиляционные окна, работающие при движении машины, согласно схеме организации потоков в его подкапотном пространстве. Наконец на цену влияет то, что для изготовления нижнего экрана используется достаточно большой лист стали, который обычно имеет недешевое покрытие, устойчивое к воде, песку, камешкам и соляным растворам. Плюсы нижней защиты двигателя. Защищает подон двигателя, а часто и трансмиссию от тяжелых повреждений при наезде на выбоины, камни, ледяные глыбы и тому подобное. Прикрывает уязвимые элементы ходовой части и выхлопной системы, частично. Может служить дополнительной защитой от пыли и грязи на автомобиле, где нет штатного пластикового экрана. Минусы защиты двигателя. Уменьшает клиренс. Это самый большой и принципиальный недостаток нештатной защиты, ведь он отбирает у дорожного просвета 2-3,5 см. Усложняет плановое ТО и повышает его стоимость, ведь для замены масла нужно либо снимать защиту, либо добираться до пробки в картере через отверстие в щите и затем ловить струю горячего масла под ним. На грязной или заснеженной дороге, между защитным экраном и агрегатами машины, может набиваться почва или снег. Иногда это создает проблемы, в том числе зимой, потому что грязь и снег замерзают во время стоянки. Неудачная по конструкции защита может ухудшать охлаждение двигателя и коробки передач. В редких случаях защитный подон ухудшает пассивную безопасность автомобиля. Будучи достаточно крепким, он нарушает рассчитанные конструкторами зоны смятия кузова при ДТП. То есть, при столкновении люди в салоне могут пострадать посильнее, для кого нужна защита двигателя. В настоящее время, дополнительная защита двигателя и трансмиссии на легковом автомобиле имеет смысл, если машина интенсивно эксплуатируется на некачественных, неухоженных путях с грубыми выбоинами, волнами и путями. Или, скажем, если вам приходится часто ездить по незнакомым маршрутам, где велик риск сразу встретить какую-то забытую богом и дорожниками дорогу. В общем, польза из крепкого щита будет там, где есть большой риск наскочить на препятствия, превышающие клиренс машины. Если коротко, для рядового горожанина, который перемещается по одним и тем же хорошо известным маршрутам, дополнительная защита нижней части авто на самом деле не обязательно. Да, обстановка на путях и их качество в первую очередь может меняться, особенно зимой. Но ведь настоящий водитель должен быть всегда внимательным за рулем и не рисковать в угрожающих местах, а значит, у него будет возможность отреагировать на свежую выбоину. Напомним, недавно новости Украина рассказывала, как отличить кроссовер от внедорожника.